Три часа ночи у нас всех увезли в Казань, после Казани в жены, в Тотский лагеря, оттуда уже в Чернобыль. Таких историй у ликвидаторов чернобыльской аварии много. Всего из Альметьевского района на устранение последствий катастрофы отправилось 172 человека. Бывшие и действующие военные, рабочие. Кто-то отправился добровольцам, других отправили по разнарядке. Как говорит Анатолий Сильверстов, участник тех событий солдаты приказы не обсуждают. Дисциплина адская была, хорошая. Специально ездил в своем коммуне представитель, офицер, и в отдел кадра заходил, выбирал все, с отдел кадра. Чтобы поощрения хорошие были, никаких нарушений не было. Согласно приказу Минздрава под номером 216 от 2003 года все ветераны Чернобыля проходят плановый медосмотр. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС устраняло больше 500 тысяч человек. Многие из них страдали разными болезнями. Анатолий Михайловича долгие годы мучили головные боли. Сразу были проблемы. Как приехал, сразу были. Головные были страшные, были головные боли. Лекарств никак не помогало. Таблетки плачками жена нам покупала. Обычно дата осмотра совпадает с годовщиной трагедии. Но в этом году в обычный порядок вмешалась пандемия. По тем результатам, которые проходят у нас, они уже, если что, какие-то есть изменения, берутся на учет и в дальнейшем уже наблюдаются в нашей коллеклинике. Основная упорка делается именно на осмотр, если есть какие-то патологии, если есть какие-то изменения, и что-то мы берем их на диспансерный учет, и что в дальнейшем уже в течение года за ними наблюдают. Список процедур от стандартного отличается разве что акцентом на обследование щитовидной и пристательных желез у мужчин и щитовидной и молочных желез у женщин. Главные возможные последствия радиационного облучения – онкологические заболевания. Исключительно, да, выявление, раннее выявление, именно изменение в этих органах. Каждый из ликвидаторов проходит медкомиссию по месту прописки. К третьей поликлинике прикреплены 30 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова